МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Супер-мама возвращается! Здесь четыре очень разные мамочки сражаются каждую неделю за звание самой лучшей. Погнали! Итак, знакомьтесь с новой четвёркой. Мама-энерджайзер Валерия. Ты жёсткий тренер. Которая муштрует дочку, как в армии. Карина, давай! Никогда с ней не сисюкалась. Она у меня не принцесса. Оперная дива Алена Гребенюк. Которая воспитывает дочку-подростка в женском царстве. Мы живём тремя поколениями с мамой и дочерью. И у нас семья – это самое важное, что и в жизни. Мама большого бизнеса Елена. У меня четыре бизнеса в сфере автомобилей. И все они успешны. Которая растит маленьких бизнесменов. Уже с самого детства я закладываю в них, что деньги – это хорошо. И мама маленькой звезды Лилия. Мартин много снимается в рекламах. Чей сын уже в семь лет имеет недетские гонорары. Тысяча, две, бывает шесть тысяч. Мамочки уже побывали у энерджайзера Леры. Восемь! Девять! Бесит просто! И были поражены её воспитательными методами. У тебя есть минута. Бегом! Давай! Давай, 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 давай! Нельзя с девочкой, которой мы видим флегматичное, делать солдат Джейн. А у Лилии мамы выяснили, ради чего её семилетний сын столько работает. Была ночная съёмка, которая закончилась в четыре утра. Ребёнок должен ночью спать, а не работать. Я кормилец. А у оперной дивы Алены мамочки узнали, кто на самом деле воспитывает 12-летнюю Лизу. И саму Алену. Бабушка всегда права. Если бабушка не права, смотри пункт первый. Бабушка всегда права. Бабушка – чистая мафиози. Дон Корлеона. Сегодня день финала, когда мамочки узнают имя победительницы и услышат о себе много нового. Ты не та, которой хочешь казаться. Охренеть! Но сначала гостей примет бизнес-мама Елена. Я Елена Добровольская. Я бизнес-мама. Я работаю в сфере автомобилей. Очень люблю то, чем я занимаюсь. У меня четыре бизнеса, и все они успешны. У меня двое детей. Сын Марк, ему 6,5 лет, и дочка Лизочка, ей 5 лет. Я считаю, что расти детей нельзя в ущерб своей самореализации, поэтому все должно быть в балансе и в гармонии. Нет, нет! Ай, 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 ай! Поэтому у меня есть няня Оксана, которая занимается с детьми, она им готовит кушать, она с ними играет, а я мама для любви и эмоций. С самого детства я закладываю в них ценности, то, что деньги – это хорошо, с помощью денег можно позволять что-либо купить себе, своим близким, а также с помощью денег можно помогать людям. Поэтому эти ценности очень важны для того, чтобы ребенок нашел себе любимую работу, а лучше всего из хобби сделать свой бизнес. А какую ты машину хочешь себе? Ау, не хочу. Еще какая машина тебе нравится? Машу свою, да? Я супермама, потому что уже сейчас я закладываю своим детям правильные жизненные ценности. И своим примером показываю, как быть счастливым, успешным и полноценным человеком. Ау! Именно это сегодня проверят конкурентки Елены. Решила девчонок пригласить к себе в автосервис, потому что это мое любимое дело. Привет, девочки! Привет! Вау! Девчонки, мое такое царство-королевство. Масштабно, круто, классные тачки стоят. Машины у нее класса люкс. Среднего класса машины я ни одной не видела. Тут с утра до вечера? Да, я практически каждый день. Есть у меня еще три компании, но в этой я провожу больше всего времени. Я никогда в жизни не видела, что было так чисто на сервисе. Это очень важно для меня. Я первый раз вижу салон красоты для машин, у которых работает уборщица. Она всегда убирает и находится в зале. У меня компания в сфере красоты для автомобиля, в сфере детейлинга. А это про то, чтобы идеально чисто. А что тут происходит вообще? Можем покрасить любой цвет автомобиль. Красивые диски любого цвета. Хотите зеленые, красные, синие, яркие. По стоимости это от 7-8 тысяч долларов и выше. А звездные клиенты какие-то есть этим? Да, Лесси Никитюк сейчас ездит с туром или маршрутка. Мы полностью сделали дизайн, полностью забрендировали, ее поклеили. Прорекламировала так, что я даже хочу заказать у нее тюнинг мотоцикла. Как ты руководишь мужчинами? Справляешься ли ты? В последнее время я пытаюсь возлагать это на мужчин, которые бы дальше руководили мужчинами. Боже мой, маленькая, хрупкая, такая изящная. Даже подумать не можешь, что она может быть в бизнесе, в очень тяжелом, мужском, выше других мужчин. Девочки, я хочу показать вам свой кабинет. Мое царство наверху, поэтому пойдемте. Супер, можно сказать, какая красивая лестница. Девчонки, мой домик, в котором я провожу больше всего времени. Сделала панорамные стеклянные окна для того, чтобы наблюдать за этой красотой. Ну, она хозяйка, она королева, она мать этого всего. С чего ты начинала вообще? После окончания института я приехала в Киев. Это было 15 или 16 лет назад. У меня здесь никого не было. Первая моя работа была в Киеве официанткой. Был такой момент, когда я ехала в маршрутке. И повернула голову, посмотрела, и было написано автосалон «Мерседес Бенз». И я подумала, вот бы здесь работать. Через 8 месяцев я работала в этом автосалоне. С утра до вечера сидела на сайтах, изучала все там тюнинги. В этой компании я стала вообще незаменимым человеком, потому что я просто делала все. И потом я взяла в аренду этот автосервис у своего шефа, который уехал в Москву. Это ж надо так. Почему именно Лене? Может, Лена что-то умолчала? Может, и не спали вместе. Стартовый капитал откуда пошел? 500 долларов у меня было в кармане стартового капитала. Даже если ты открываешь ларек, это все равно тебе нужно хотя бы там тысячу долларов. Но никогда ты открываешь огромный сервис, и ты начинаешь всем наливать в уши, что у тебя было только 500 долларов. Аренда помещения была 500 долларов? Аренда стоила 6 тысяч долларов в месяц. Вот, я же поэтому и спросила. Просто взяла в аренду и знала, что я в этот месяц это заработаю. Я заработала. Я продала несколько комплетов тюнинга. То есть ты взяла в аренду, а в конце месяца ты рассчиталась? В конце месяца я рассчиталась за аренду, я заплатила всем зарплату. Ну, короче, оно просто не вяжется. Либо это были какие-то доходы извне, либо это были какие-то отношения с тем, кто ей, значит, дал. А потом познакомилась со своим будущим мужем, от которого родила двоих детей прекрасные. Чем занимался муж? У него был автосалон свой. В данный момент мы вместе не живем. Уже около года. Это самый лучший папа моих детей и просто прекраснейший мужчина. Дети бывают у тебя здесь? Мы с няней говорили, что она три недели работает, она у меня живет, и потом она уезжает на неделю к себе домой. И я решила, что я эту неделю буду проводить с ними, поэтому я их беру сюда. Я их абсолютно не вижу, потому что они тоже заняты. У них целый набор офисных гаджетов разных, да, это фломастеры, это для доски в кивчат они рисуют, потом разные такие стики они здесь обклеивают, все. Брать на работу детей – это чудесная идея. Если это безопасно для них. Особенно если объяснять им, чем мама занимается, показывать то, что им интересно, давать небольшие задания. Это сближает маму и ребенка, и показывает детям, чем живет мама, а также то, откуда берутся деньги. Будет хорошо, если у детей там будет свое место с минимумом игрушек или принадлежностями для рисования. Теперь давайте поедем, познакомимся с детками у меня дома. Посмотрим, как я живу. С молодостью. Это что, твоя машинка? Запрыгивай. Ничего себе цвет! Такого цвета еще одного не существует. Ленусичка, а куда мы едем? Я живу в Новопечерских Литках. Угу. На Новопечерских Литках живут обеспеченные мужчины. Много эскортниц живет, много женщин, которые тоже с бизнесом. То есть богатый район Киева. Ой, как у тебя светло! Ой, как у тебя светло! А сколько комнат? Три комнаты. Мне понравилось. Нормальная, чистенькая, ухоженная квартира, красивая. Чисто так, как я люблю. Здесь у меня претензий нет. Я уже хочу детскую посмотреть. Покажи, пожалуйста. Да, конечно. Привет! Это мои детки. Привет! Это Марк. Это Лисочка. Няня Оксана. Прекрасная детская комната. У деток, естественно, много игрушек. Ты такая сегодня принцесса-принцесса. У меня есть много таких платьев. Дети потрясные. Можно просто на обложку журнала. Видно, что детки чистенькие, что ими занимаются. Девочка ухоженная. Во что ты больше всего любишь играть? Машинки. Машинки? Папа любит красивые машинки, мама любит красивые машинки. У ребенка много красивых машинок. А у тебя много машинок? Ля 100 было. Это что за марка машинка? Что это вообще за машинка такая? Порш. Порш сразу видно. Вот это ты. Сможешь мне определить, что это за машинка такая? Как по мне, Вольсваген. Я ошибаюсь или правда? Правда, правда. Понятное дело, что бизнес Лены – это все в машинах. Поэтому, конечно, дети там с малого возраста знают все марки. Давайте покажем, да, у нас какой классный есть. Какую хочешь машинку, мама? Запускай. Почему моя проиграла? Я сейчас не знаю. Это какая-то подтасовка результатов. Несмотря на то, что три незнакомые тетки, которых они видят первый раз в своей жизни, приперлись и шутать не хотят. Они были раскрепощены, они были естественны. Это говорит о том, что эти дети не зажаты и очень хорошо воспитаны. Яночка, знаешь, мне кажется, что ты немного времени проводишь с детками. Отношения с детьми – это не сидеть у детей над головой 100% своего времени. Я и на работу хожу, и выходные с ними провожу, потому что у нас день семьи есть. Мы на море успеваем съездить. Я встречаюсь и с подругами, и с друзьями, и работаю, и отдыхаю. И в моей жизни есть все. Время быстротечно, да, и дети вырастают. Они сейчас в этом возрасте, когда они смешные, когда они наивные, они говорят какие-то фразы, она многое теряет. Конечно, в таком возрасте мамы им немножко не хватает, но они должны привыкать к мысли, что мама работает, и в принципе нельзя их целовать в жопу постоянно и постоянно их обнимать. Я приводила деткам такой пример, когда у волчицы родились волчонки, и ей нужно побежать что-то съесть, для того, чтобы у нее было молоко, накормить этих волчат, они тоже сидят в этой норке и жалобно скулят. Поэтому это нормально. А в основном спать кто кладет? Няня. А иногда получается так, что мама укладывает? Ну, иногда она может наслышать. Это такое счастье, когда дети ломятся к тебе в кровать, и даже если я не досплю, это все равно того стоит. Она не готова жертвовать ради детей. Ты не ревнуешь, когда вот так вот дети с няней так обнимаются, целуются? Нет, абсолютно не ревную. Это прекрасно. Ну, я считаю, что няня не может быть неродным человеком, потому что Оксана член нашей семьи, наши отношения должны быть теплыми и хорошими. Я бы на месте мамы умерла, допустим, если бы мой ребенок помимо меня кого-то еще так обнимал. А кто занимается? Вот английским, учит читать, писать. Няня учит. Я ей полностью доверяю, потому что Оксана учитель. Даже иногда Оксане я говорю, слушайте, а может это? Ну, говорит, Лена, для этого возраста нужно тот, и тот, и тот. Я говорю, все, я поняла. Няня может вложить и в ребенка, ну, как бы все. И душу, и воспитание. И ребенок может только няню в этой жизни и вспоминать. То, что няня занимается образованием и воспитанием детей, вполне нормально. И то, что дети проявляют свою нежность к ней, тоже хорошо. Но очень важно матери не потерять контакт с детьми. Я бы посоветовал Лене вечером обязательно, хотя бы на несколько минут оставаться с детьми втроем. Читать им сказки на ночь или расспрашивать, как прошел день. Время перед сном очень важно для детей. А есть у вас какой-то стишок, который вот ты научила ребенка? Можете рассказать? Нет, нет. У нас няня занимается стишками. У меня есть с Марком книжка «Пес по имени Мани», которую мы читаем с ним. Это детям про бизнес, детям про деньги. Вам нравятся эти книжки? Мне нравятся. О чем там? О деньгах. Почему учила собачкой? Зарабатывать деньги. Лена конкретно растит двух бизнесменов. Я от тебя все время слышу. Бизнес, деньги, бизнес, деньги, бизнес, деньги. И малые, я понимаю, что постоянно замотивированы зарабатывать. Эти книги про то, как найти любимую работу, найти Марку и Лизе, именно их реализацию. И они смогут это монетизировать, зарабатывать деньги, потому что мы живем в материальном мире. Нам для того, чтобы здесь жить, нужны деньги. Всем нужны деньги. Все, чему Лена учит детей, это как зарабатывать деньги. Это основное, по-моему, чему она вообще уделяет много времени, сил и желания. Если не было денег, и было у мамы день рождения, и ничего не можно было купить. А если были буйные деньги, значит, можно было купить, типа, букет для мамы. Мой зайчик. Деньги для того, чтобы сделать человеку подарок, не самое главное. Можно сделать своими руками. Если пить какой-то цветочек. Это миллиард раз приятнее, поверьте мне. А что мама говорит с папой, если нужно купить дорогую игрушку, то просто так мы вам покупаем или нет? Что-то нужно сделать. Типа, научиться писать. И у меня будут ролики, когда я научусь. Или 40 слов по-английскому научусь. А сколько выучил? Выучил. Животных назови какие-то, знаешь. Курица Хэн, котик Китчен, маленький. Большая собака Док, большой кот. Уже есть три колеса от роликов. Мне это нравится. Развивая себя, получаешь какую-то плюшку. Это прикольно. Я ребенку показываю модель жизни. Если ты хочешь больше срабатывать, тебе нужно просто узнать что-то новое. Финансовая грамотность – это необходимый навык для каждого человека. Это хорошо, что дети учатся этому с детства. Но нужно быть осторожными с финансовыми поощрениями в воспитании, чтобы деньги не стали единственной мотивацией для развития ребенка. Девочки, давайте деток отпустим погулять на улицу, потому что я смотрю, что уже все куда-то хотят бежать. А мы пойдем ко мне в комнату и там продолжим поболтать. Хорошо? Это моя комната. У тебя такая спальня холостяцкая. Ну, холостяцкая, да. Я живу в квартире, я и двое детей. То есть домой никто не приходит из мущественного пола? Нет, домой не приходит. Муж тоже не остается никогда? Остается иногда. Я вообще за, чтобы он мог почитать сказку, с ним заснуть. Они очень любят, поэтому да. У детей есть возможность провести с папой больше времени. А это касательно только детей или тебя тоже? Это касательно детей. Такое ощущение, что ты приняла решение о том, что вы не должны жить вместе. Это мое решение. Да. Мы начали ссориться и... Мы два лидера, и здесь нужно очень такую волю имеется договориться. Ну, не всегда получалось, да. Я очень вспыльчивая была еще. А что тебя больше всего раздражало? Не знаю, все, наверное. Ну, знаете, вот ходишь, а в голове все время какие-то навязчивые мысли о том, что, блин, ну вот что-то не так. Он не такой. И не так стал, и не так ест, и не так сел. Мы с ним поссорились, решили разойтись. Уже решили почти пошли коробки собирать, разъезжаться. Я узнаю, что я беременна. Стали дальше жить. Ребенок родился, уже было 7 месяцев. Он что-то опять поссорился. Я говорю, все, ухожу. И через три дня я узнаю, что я опять беременна. Я вышла, я говорю, слушай, давай мы не будем расходиться, а то я постоянно беременю. Я говорю, у нас уже второй ребенок будет. Мы еще с ним прожили 5 лет. Понимание, что нужно что-то менять, это когда дочке был годик где-то, да, вот. Три или четыре месяца я тотально не досыпала, потому что детки погодки. У Лизы были колики, у Марка лезли зубки. Просто уже накопилось. Я начала болеть. Шесть месяцев я болела, у меня был хронический гайморит, фаренгит, это все ходило по кругу. И, конечно же, не могла доехать на работу. А в бизнес вложено много денег. И, конечно, эмоционально тяжело видеть, как бы мой бизнес начал делать все равно какой-то крутой пике такой вниз. Это страшная для нее история, что ее бизнес пошел вниз. Это вообще считайте, что ее почти расстреляли. После этого я поняла, что нужно что-то делать, потому что шестой раз пить антибиотики уже было не очень комфортно. И я просто собрала свои вещи и улетела в Италию на неделю, одна оставив мужа, а детей с няней. Я себе даже в принципе не могу такое представить, что я встала и сказала, я лечу в Италию, дружок, и буду через неделю. В один момент у меня случилось озарение, что все болезни – это психосоматика. И для того, чтобы перестать болеть, нужно что-то перестать думать. Там было уже видно такой эмоциональный накал в семье, что уже муж ей сказал, давай ты реально куда-то поедешь, просто подальше от нас и придешь в себя. Насколько себя любит Лена, я даже представить не могла, чтобы крошечки маленькие оставить их. Ну, у меня мысли такой бы не возникло. Я захотела научиться и понять и разобраться в том, что такое нормальное отношение между мужчиной и женщиной. И я уехала на ретрит, откуда я вернулась, выбросила лекарство, и с того момента больше ни одного дня я не болела. Прости, пожалуйста, а что такое ретриты? Те дни ретрита приблизительно, как полгода работы с психологом. Это про духовное, это про счастье в жизни. С ретрита я вернулась совершенно другим человеком, осознанным и счастливым. А сколько стоят ретриты? Ну, от страны в Швецию стоил полтора тысячи евро. Вход плюс билеты туда, плюс проживание, это стоило три тысячи евро. В Индию, ну, долететь в Индию туда-обратно, там проживание – это пять тысяч долларов. Лучше бы Лена взяла мужа и поехала вместе куда-то отдыхать. Сняли мопеды, посёрфились, позанимались любовью. И это было бы лучше, чем она потратила деньги на этот ретрит. Но если ты осознанно проработала себя и поняла, что ты делала не так, разве нельзя было сохранить семью? Понимаете, когда один человек меняется, у них начинает меняться вообще, в принципе, видение жизни. Им перестаёт быть интересно. Ну, она приняла решение, что нужно разойтись. Лена поехала найти ретрит и спасать семью. Поретритилась, конечно, она шикарно. Она приехала, и они расстались с мужем. Нужно жить в любви. И я за то, чтобы дети видели счастливых родителей. Пусть даже они будут жить по отдельности, и у них будут другие семьи, но они будут счастливы. Я реально могу сказать, что я живу счастливой жизнью. У меня всё хорошо. То, как Елена старается самосовершенствоваться и духовно расти, достойно уважения. Но ей следует научиться признавать свою ранимость и неидеальность, и принимать свои чувства и эмоции, какими бы они ни были. Ведь следование формальным рецептам счастья вряд ли сделает её действительно счастливой. Читаю разные книги. Это какая-то библиотека агнеспальной женщины. Книги «Счастливая женщина», «Счастливые дети», «Как полюбить себя», «Как приумножить капитал», «Как простить кого-то там». Смотрю фразы подчёрнутые. Это ты подчёркиваешь? Все книги подчёркивают всё важное, что для меня. Представь, что на тебя светит солнце. Ты чувствуешь тепло его лучей. Ты спокоен, расслаблен и очень счастлив. Знаешь, что я напомнила, как ты нам говоришь? «Я очень счастлива». Там всё было счёркнуто, как записки психопатов. Я, смотря на таких людей, понимаю, что там очень жёсткий пи***ц. Все мысли в нашей голове. Либо они говорят о том, что твоя жизнь г***ла, либо они говорят, что твоя жизнь прекрасна. И всё, что ты думаешь, это лишь в твоей голове. Ты себе даёшь останоку, что я счастлив. Это нормально. И ты всё время произносишь. Нет, это не то, что я тебя г***ю скачу. Я не всё время это повторяю. Зачем? Я просто живу в этом. Большинству людей нравится страдать. Они, когда смотрят на счастливого человека, у которого всё хорошо, они думают, что с ним что-то не так. А ты подавляешь эмоции свои? Что вот тебе хочется сейчас сделать что-то, а ты такая, чихо, нет. Сконцентрируешься, абстрагируешься. Всё, что говорит другой человек, это проблема другого человека. Было некомфортно с ней общаться, потому что человек абсолютно без эмоций, как фарфоровая кукла, мраморная, зашоренная, чётко следуя инструкцию. Она всё время говорит про духовное развитие, но я не вижу в ней, к сожалению, душевности. Я хотела бы приготовить вам ужин. Делаю это очень редко, но у меня есть блюдо, которое я очень люблю. Давай. Спасибо. Пошли. Готовила последний раз, ну реально полгода назад. Детка, а сейчас специально для девчонок. Очень пахнет. Давайте попробуем? Да. Мне нравится. Это очень приятно, когда человек бизнеса может приготовить еду качественную, очень вкусную. Я пасту не очень-то люблю. Вкусно ли было? Ну тут маленький кусочек рыбы, да, он был вкусный. Я ожидала от Лены большего какого-то пиршества. Смотрю на твою жизнь. Ты богатая женщина. Дети замечательные. Да. Но ты много чего упускаешь. Есть в этом правда. Я прихожу, они уже спят. На самом деле, мне тоже хочется приходить. Каждый вечер их укладывается. Не всегда так складывается. Что хочу я сказать? Что мне очень понравились дети. Единственное, вот я вижу, что ты насчитанный человек, что замечательно, что цитаты, книги. Но у меня сложилось впечатление, что ты абстрагировалась. Вот ты создала себе кокон. Такой я счастливая, замечательная. Самая обаятельная и привлекательная. Смотрела фильм? Все мужчины от меня безума. И она ходит, вот это вот себя начитывает. Мне реально хотелось так тебя говорить. Лена, ты не живая. Я счастлива, потому что я хочу рядом с собой счастливого классного мужчину. Если я ходить буду в печальке, я не думаю, что ко мне придет нормальный мужчина на такую женщину. Это факт. Тебе не хватает там какого-то женского счастья, иначе бы мы сейчас сидели не вчетвером. Как бы она ни убеждала нас, но я не увидела счастливой женщины. Как по мне, холодно, сыро и сухо. Бизнес, деньги, все. Вот это мы раскрываемся. Любые другие темы, все каменное лицо. Я спокойная, я никого не вижу. Кругом только я и бабочки. Будет ли Елена искренней с главным экспертом проекта Дмитрием Карпачевым? Приветствую. Прошу. Насколько я видел, есть мужчина, с которым у вас хорошие отношения, который хороший отец. Так почему вы живете отдельно? Пока нас на сегодняшний день, вот наши дружеские отношения прекрасны. Это же не ответ на мой вопрос. Но вы же не хотите? Нет, пока не хочу. Так вот я и хочу понять, почему. Пока вот я не готова, честно. У меня сложилось впечатление, что вы не настоящая. Это мне вот девочки, кстати, говорили об этом. Я задаю вам вопрос, на который вы отвечать не хотите. И вместо того, чтобы честно об этом сказать, вы начинаете говорить очень правильные вещи. Вот так их послушаешь, и вас можно крайне прикладывать. Но это не отображает того, что происходит на самом деле. Потому что есть вещи, которые цепляют меня еще. Так почему вы так абстрактно об этом говорите? Почему вы боитесь говорить о собственном внутреннем мире? Да, возможно, он не такой идеальный, как пишут в книгах, но он ваш. Он настоящий, не идеальный, не чей-то. Так, я понимаю. Так и что с мужем? Я не вижу от него того отношения. Чем может два дня не звонить? Есть определенные вещи, которые, как я вижу, должен делать мужчина. Если он хочет быть женщиной, всегда у него есть все шансы это сделать. Довольно понятно и умно выглядит. Понимаете, почему вам сложно было об этом сразу сказать? Я перфекциониста. Я знаю, что в мире полно прекрасных мужчин, с которыми можно построить счастливую семью. Так. Убилась я такую стопку книжек, отношения высшего пилотажа, еще что-то для того, чтобы понять, что такое вообще нормальные отношения. Учиться отношениям, не находясь в отношениях, это все равно, что учиться плавать в бассейне, в котором нет воды. Технически вы можете все понимать. Как надо махать руками. Да, ну, значит, хотя бы надо сначала почитать, как это делать, а потом уже, типа, ну, теперь пойду попробую. У меня сложилось впечатление, что вы в работу бежите от отношений. Бежите от собственных детей. Почему? Потому что в бизнесе вам все понятно. Иногда сложно, но понятно, что делать. А вот что делать с детьми и как строить отношения, в которых вы бы действительно чувствовали себя счастливой, там не очень понятно. Ну, вы правы, абсолютно. Есть такой момент о том, что я бегу 4 года от рождения детей. Сейчас у меня даже осталась одна няня. Я посчитала так, что 13 дней в месяц я реально провожу с детьми. Это половина месяца. Если мы говорим об отношениях с близкими людьми, мы не можем измерять это кронологически. Так, 13 дней в месяц этого достаточно? Главное – это быть рядом с ними тогда, когда им это нужно. Да. Тем более, что вы можете себе это позволить. Но вы же руководите своим временем. Да, конечно. Я понимаю, что через 4-5 лет у них уже будут другие ценности, и потом уже будет не до меня. Ну вот. У меня там пришла идея создать управляющую компанию над всеми моими бизнесами для того, чтобы освободить время. Я искренне хочу какие-то моменты изменить, и я что-то для этого делаю. Надеюсь, что у вас это выйдет, и вы точно сможете стать супермамой для собственных детей. Спасибо. Но получит ли Елена титул супермамы зависит от оценок ее конкуренток. За самореализацию Лени 10 баллов. Было бы 12, поставила бы 12. За материнство я Лене ставлю 6, потому что детям мамы не хватает. Много чего Лена о своих детях не знает. За хозяйственность Лене я ставлю железную семерку. Я думаю, что все, что делает домработница, на этом типа заканчивается Ленина хозяйственность. Но приготовить это она с мухом. Так кто победит сегодня? Мама большого бизнеса Елена? Мама-энерджайзер Лера? Оперная дива Алена? Или мама маленькой звезды Лилия? Какие вы оценки ставили? Самая минимальная какая была? Шестерку я поставила. И у меня шестерка минимальная. А у тебя? Два, три, ноль. Ты же жесткий тренер. Я жесткий тренер, поэтому я жестко поставлю. Ну что, девочки, давайте будем смотреть оценки? Давайте. Ну давайте. Первой своей оценки узнает Елена. У вас прямо в доме именно культ денег. Всю литература только про деньги. Нет, это не правда. Ну вот это миллион сказок, но на сегодняшний день пришел тот возраст, который хотелось бы вложить в ребенка. Это книга, которая читается с 7 лет. Но это же не значит, что я с рождения его пихаю этими деньгами. Дети четко знают, что сколько стоит, где какой бренд, где какая машинка. Это и неплохо, если бы они не были такими маленькими. Ну это не правда, это не так. Ну ей так удобно было обосновать эти баллы. А почему за самореализацию 8? Неужели считаешь, что я как человек бизнеса не самореализована? Как человек бизнеса ты самореализована. Я считаю, что самореализация это не только в бизнесе. Это в принципе в жизни. В том, как ты в гармонии с собой или ты не в гармонии с собой. Вот мне показалось, что ты немножечко разбалансирована, что ты не та, которой хочешь казаться. Я девушка, я мама двоих детей по годах. У меня 4 бизнеса в автомобильной сфере. И у меня самореализация 8, и это мне ставит Лера. Да охренеть! Алена, скажи, пожалуйста, почему 6? Мы говорим на самом деле с точки зрения, я это делаю сама. Организовать это, конечно, да, это правильно. И поэтому я поставила шестерку. Шестерка – это как раз вот такая нейтральная оценка. Учитывая, что у нее есть помощница, которая занимается и детьми, и хозяйством 24 часа в сутки. Лиля, спасибо тебе большое 10 за самореализацию. Мне очень приятно. Если можно, тебе 20 поставила. Спасибо огромное. Леночка, мне тебя не хватило как мама, честно. Вот ты говорила, что ты с детками 13 дней. На самом деле, вот на работе. Дети там сами что-то бегают клацать. С Лилией мы, однозначно, кардинально разные. Поэтому за материнство я не ожидала высокой оценки. Ну, считаю, девочки, на самом деле, все, кроме Леры, дали субъективные оценки, исходя из их ценностей. Лиль, давай твои посмотрим оценки. Давай. Лилия получила ото всех мамочек высокие баллы за хозяйственность. А вот самореализацию оценили низко. Лера поставила единицу. Единицу. Да ну здрасте. Ведь я же не стою с просянутой рукой. Как по мне, то я хорошо выгляжу и ухожена и так далее. У тебя вся жизнь это полностью Мартин. Я в первое время не могла запомнить, как тебя зовут, потому что я тебя ассоциировала мама Мартина. Это не дело. Если свидание, то сначала Мартин. То есть работу свою в задний ящик. Конечно, это несправедливо. Женщина, которая сама тянет, она уже самореализована. Лен, опять почему? Ребенок вежливый, учтивый. Это все прививалось тысячами прочитанных сказок на ночь. Тысячами примеров. Для меня сидеть над ребенком с утра до вечера – это не признак того, что это правильное воспитание детей. Нужно своим примером ребенку показать, что такое самореализация мамы. И я действительно очень переживаю в то, чтобы ребенок потом не нашел себе женщину-мамочку, которая будет его полностью обеспечивать. Стоп, девочки, мой ребенок уже зарабатывает, а вашей еще нет. Да я его днями не вижу. Какие-то секции, школа. Он-то занят, а ты в этот момент тоже же можешь заниматься. Критика – это одно, но баллы должны были быть выше. Справедливость никто в этой жизни не отменял. Ну что, будем дальше смотреть? Да. Далее оценки Леры. Лиля. Почему в ***е семье? Вот это вот мама-офицер. На время застилать постель. Ну это же девочка, ну для меня этого, ну, совсем нет, садчик. Ну а если она не успевает, если я ее так подгоняю специально? Ну, она флегматична по натуре, по своей. Понимаешь, это по сути ты ее ломаешь. Я ее гоняю. И меня гоняли в детстве. Я не считаю, что я очень строгая. У нее свое личное пространство есть? Есть. У нее свои интересы? Есть. Алена, что такое? Почему шесть? Ну если бы вот ты готовила, полтренировки не провела, но прибежала и приготовила. Ну да, это еще высокое для моего уровня. Лена. Ну я думаю, вообще мои оценки, в принципе, можно не комментировать. Классные, высокие оценки. Я ожидала, честно говоря, совсем другие оценки. Каждый судит по себе. Наконец, оценки оперной дивы Алены. Самые низкие баллы за воспитание детей. Алена. Он не понимает, что в этом процессе он сам. Зачем мне с собой брать ребенка на гастроли? Для того, чтобы она все равно была сама? Она не совсем понимает, что значит жизнь такого человека, как я. Аленочка, меня тебя тоже, как мамы, мало для Лизы. Она одинока. Бабушка строгая. Ты хорошая, ты добрая, но тебя рядом нет. И те же подружки, там одна или две максимум, чтобы бабушке понравилось. Я не буду с ней по этому поводу спорить. Действительно, Лизе нужно уделять больше времени. Самореализация. Семь. Четко поставила за оперу. Семь и опера. Как-то для меня не совпадает сознание. Я увидела, что очень сильно доминирует мама. И ты не в состоянии принимать те решения, которые ты должна уже в твоем возрасте принимать сама. Хорошо. Пускай будет это твое мнение. Не 10, потому что есть там и пыль. Нет, ну я тебя прошу. Ну, у тебя дома очень уютно, очень классно. Это самое главное. Был очень вкусный, классный стол. И благодаря тебе, и благодаря маме. Спасибо. Спасибо. Приветствую вас. Здравствуйте. Вы все глубокие, образованные, красивые женщины. У ваших детей есть все для того, чтобы гордиться, что именно вы их мама. Но каждая из вас должна помочь ребенку гордиться собой. Хотите узнать, кто победил? Конечно. Волнение, как на экзамене. Это правда. Внимание на экран. По результатам оценок, которые вы поставили друг другу, на первом месте Лера. Но я могу все изменить. Ведь у меня есть 10 баллов, которыми я могу распорядиться на свое усмотрение. Я прямо сидела и чувствовала, у меня были мокрые ладошки. У меня колотится сердце. Он должен баллами поддержать меня и Алену. Я бы хотел отдать свои баллы вам, Елена. Главный ваш недостаток – это то, что вы убегаете от детей и не уделяете им достаточно времени. Учитывая то, что вы готовы это изменить и даже начали над этим работать, поэтому вашу ситуацию изменить проще всего. Елена, я поздравляю вас. Именно вы сегодня стали супермамой. Если бы Елена принимала участие в проекте «Суперруководитель», эта победа только ее должна быть. А с ее победой в проекте «Супермама» я не согласна. От проекта «Супермама» я дарю вам этот браслет. Очень такой вдохновляющий. Буду его носить, и это будет мне напоминание о том, что мне нужно больше времени проводить с моими детьми. Поздравляю вас с победой, а в подарок вы получите незабываемое путешествие для вас и всей вашей семьи. А на следующей неделе встретится новая «Четверка». Чем любовь Риты ко всему натуральному? Наша семья максимально естественная. Обернулась для ее родных. Мы рожали дома, у нас нет аптечки. Глянцево идеальная инстамама Дана. Мой сын – это неотъемлемая часть моего блога. Которая растит сына на показ своим подписчикам. В день я записываю 50 сторис. Образцовая жена мусульманина Ульяна. Которая растит дочку по всем правилам ислама. Папа выберет партнера для эмир. Папа, да. И веселая мама-выдумщица Оксана. Я мамуля с моторчиком. Чей ребенок никогда не скучает. Мы делаем невероятные мыльные дискотеки. Файер-шоу. Неоновое шоу. Кто из них станет супермамой? Вы ставите интересы своего ребенка на первое место. Смотрите очень скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok